Есть телефон, это не просто игрушка, это целая наука. Мы создали модельки персонажей в Блендере, в специальном приложении для этого. Позже мы перешли на Юнити, где уже создавали сам макет и саму игру. Из Блендера мы перенесли туда свои модельки. Можно запрограммировать робота, чтобы он привозил тарелку, не знаю. Ну, да. А убирался. Ну да, робота пришлось оттого доказать. Можно у меня такого робота сделать ваш сын, пожалуйста. Робота, техника и программирование для детей. Это тема нашего сегодняшнего прямого эфира. Это главные новости в студии. Адрик Каламец, здравствуйте. Райли Файли Шамсудинов, депутат Государственного совета Республики Татарстан, кандидат педагогических наук, преподаватель информатики. И Амир Шамсудинов, ученик седьмого класса и по совместительству сын Раиля у нас сегодня в гостях. 8 800 532 55 и 511 99 66 номера прямого эфира. Звоните нам в ближайшие 20 минут. Ну и традиционно в социальности ВКонтакте мы для вас организовали опрос. Сегодня мы спрашиваем, в какой сфере больше всего, по вашему мнению, нужны роботы. Голосуйте, там несколько вариантов ответов. Нам интересно знать ваше мнение. Современные дети растут в мире технологий. Доступ к компьютерам и гаджетам у них не вызывает особого удивления. Вместо того, чтобы ограничивать их время перед экраном, родители и учителя могут воспользоваться их заинтересованностью и попытаться развить навыки программирования и инженерии. Один из самых результативных способов это сделать знакомство с робототехникой. По федеральным проектам современная школа и образование в Татарстане появляется все больше студий робототехники. Педагоги мобильных и стационарных студий робототехники обучили более 120 детей за этот год в республике. Как роботы и конструкторы могут помочь детям освоить программирование, основы инженерии узнаем сегодня. Ралли Рафаэльич, мне просто интересно даже понять, в каком возрасте можно привести ребенка в секцию робототехники и что она вообще в принципе из себя представляет? Во-первых, добрый день. Во-вторых, хочу сказать, что робототехника — это такое направление, такая наука уже сейчас, что она должна быть, мне кажется, с малых лет у детей. Потому что вот как ребенок начинает там есть, далее, например, писать, что-то считать, то вот с этого возраста уже, например, с первого класса полностью уже к этому можно. Потому что с первого класса даже мы уже ребенку даем телефон, и уже вот с этого возраста... А кто-то даже раньше дает телефон. Да, возможно. Ну, поиграть. Я имею в виду как функционал мы даем уже с первого класса. И, соответственно, вот с этого возраста уже можно робототехники. И здесь есть еще очень важное направление — это программирование. То есть не просто так вот есть такое устройство, например, или есть какая-то машина, а как это работает. То есть мы основную суть должны детям донести. Там есть своя программа, есть программисты, которые это делают, и как это все работает. Вот донесение до детей вот этой информации, я считаю, уже с первых классов. Амир, во сколько лет появился у тебя смартфон? У меня смартфон появился в 8 лет где-то. В 8 лет, в первом классе, да? И папа не зря говорит, да, вот он тебе прям рассказывал, что есть телефон, это не просто игрушка, это целая наука, которая... Так он тебе рассказывал про смартфоны? Ну да, примерно так где-то. Чем вы занимаетесь в студиях робототехники? Расскажи, что это вообще за место? Это место, где мы собираем из специального конструктора роботов и позже программируем их на ноутбуках или компьютерах. А эти роботы впоследствии что могут делать вообще? Ну, они могут выполнять специальные выданные им задачи. Ну, как все роботы ездить, допустим, ходить, выполнять задания собственные. Можно запрограммировать робота, чтобы он привозил тарелку, не знаю. Ну, да. А убирался. Ну да, робота-пылесоса могу доказать. Можно у меня такого робота сделать? Ваш сын, пожалуйста, я его очень хотела. Мне кажется, Аделя, вот у робота-пылесос как раз сын говорит, у всех уже есть, и он не только там, например, убирает, чистит, а может даже разговаривать с владельцем, например, доброе утро пожелать или сказать, я устал остановиться там или застрял. То есть, соответственно, этот робот-пылесос, например, можно программировать уже через телефон. Ты можешь, например, чтобы он не шумел дома, когда ты находишься, да, ты можешь, например, 8.00 поставить, а ты уходишь, например, 7.30 из дома. 8.00 включается, убирается, пока тебя нет, и тишина, и хорошо, и чисто. Да, действительно. Об этом речь. Как началось вот это все в вашей семье, да, может быть, это, ну, вы собирали в детстве лего, может быть, долюбил, может быть, вы замечали, что ему нравятся вообще все вот эти усидчивые дела с моторикой рук связанные. Во сколько лет вы отвели его на секцию робототехники? И это было его желание, или вы подумали, можно попробовать, не зайдет, да и ладно. Ну, вот IT-куб есть при техникуме связи. Я вот не помню, какой год. Первый раз он туда пошел, там бесплатные курсы были, я туда записался через интернет, и он пошел. Улан, ты не помнишь, во сколько? Примерно с 5 лет мне было. А, да-да-да, то есть он еще совсем маленький был, да, 5 лет он пошел. Первый раз для маленьких как раз. И там просто они собирали еще роботы. А потом уж пошло вот программирование, и как раз вот с января по май этого года он уже обучался по гранту, который выиграл энергетический университет, и вот он как раз неделю два раза с января по май обучался там, потом в январе вручили диплом, что он обучился, и как раз вот он там по двум направлениям учился. Помнишь свой первый визит в этот клуб? Ну, примерно, да, помню. Как это было, расскажи. Ну, вот мы пришли, нам выдали, получается, наборы и лего, чтобы собрать своего собственного робота. И на компьютере были инструкции по сбору, и мы так собирали роботов. Тогда еще только собирали, а потом дальше начали изучать как-то программирование уже? Да, да, так и было. А есть что-то, может быть, что ты дома собираешь, делаешь для того, чтобы, я не знаю, это в быту пригождалось? Или еще пока таких изобретений нет? Но, может быть, есть идеи какие-то? Таких изобретений пока нет. Ну, хотелось бы, наверное, что-нибудь привнести в семью. Рель, как думаете, что дает вот эта робототехника? Зачем она нам нужна? Ну, во-первых, у детей это дает логическое мышление. То есть они могут собрать, например, из этих деталей любого робота, любую технику и любой функционал, во-первых. Во-вторых, они могут так программировать робота, что этот робот может сделать там летать, там приземляться, наблюдать за кем-то. То есть настолько сейчас вот робототехника обширна, здесь, да, я не могу, нам два часа не хватит, чтобы, например, назвать направление, что может любая техника. То же самое, например, чайник включается, выключается, любой ребенок сейчас это сможет, например, программировать, если есть определенная программа и знание языка программирования. Поэтому здесь обширно. Можно, например, управлять дроном, как летит дрон, как наблюдает. Можно создать для этого дрона определенную среду, то есть где этот дрон, возможно, будет летать и за кем наблюдать. То есть очень много направлений. Например, он, извините, да, перебиваю, он обучался как раз в январе по май именно по одному направлению, это где роботы, а второе направление программирование, создание игр. То есть два диплома было, соответственно, два направления. То есть, может, расскажешь, вот как ты создавал игру там? То есть игра, игру делали. Мы создали модельки персонажей в Блендере, в специальном приложении для этого. Позже мы перешли на Юнити, где уже создавали сам макет и саму игру. Из Блендера мы перенесли туда свои модельки. Сейчас все такие подумали про Блендер, которые они знают. Женщины, это где мы измельчаем продукты. Круто, мне подсказано, у нас есть звонок. Здравствуйте, задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня вот вопрос к молодому человеку. Скажите, пожалуйста, вы на каком языке программируете, ну, пишете программы, и вообще сложно вам или нет? Спасибо. Я создал роботов на Ардуино, получается. Так называется язык программирования? Да, вроде как. Я уже не помню до конца. Их много языков программирования? Да, 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 их очень много. А вам дают какой-то только один, или вы изучаете, например, со временем? Мы со временем изучаем новое и новое. Новое и новое. К 2030 году на российских предприятиях должно появиться более 94 тысяч роботов такими целевыми показателями на дне технологического лидерства на ВДНХ. В мае поделился зам директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга. По его словам, в 2023 году на предприятиях внедрено пока лишь 11 тысяч роботов. В какой сфере больше всего нужны роботы, по вашему мнению? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей группе в социальности ВКонтакте. Голосуйте, нам интересно знать ваше мнение. И вот, кстати говоря, в продолжении темы роботов, в конце 2024 года в промышленности должно работать уже 14 тысяч 400 роботов, следуя из презентации, которую показали во время выступления. Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению России в топ-25 стран лидеров роботизации, поставленной президентом России, отметил Львов, среди регионов, в которых есть компании с компетенциями по производству роботов, зам директора департамента Минпромторга, назвал Первомский край, Челябинскую область и Татарстан. Вот почему, наверное, еще неплохо бы отвезти своего ребенка и попробовать начать этот путь. Возможно, дальше он пойдет учиться на программиста, на IT-специалиста. И, наверное, не секрет, что действительно на многих предприятиях со временем роботы будут заменять человеческий труд, чтобы как можно меньше времени, быстрее можно было все производить. Какие навыки нужны, чтобы стать робототехником? Основные навыки, я считаю, терпение, трудолюбие, ответственность. Это много времени занимает? Это довольно, да, довольно много времени занимает, чтобы привыкнуть к этим качествам и стать профессионалом. Давай так, расскажи мне, что последнего ты сделал своими руками? Сколько времени это заняло? Ну, последнее время, ну, вот как папа мой сказал, я создавал игру для VR-очков. Это вот очки виртуальной реальности, где надеваешься, и мир меняется, да? И вот сколько ушло времени на создание этой игры? Около четырех месяцев я ходил на эти курсы, чтобы создать свою игру. Сколько раз в неделю ходил? Один раз в неделю. Один раз в неделю четыре месяца. Ну, это много времени на самом деле. Хорошая робототехника выполняет роль канала связи между различными дисциплинами. Какие это дисциплины? Сейчас вообще робототехника, она внедряется очень много в автомобилестроении. То есть заменяет ручной труд человека. Второе, потом, я бы отметил, это медицина. То есть если дисциплины считать, например, биология. Вот. И третье направление — это искусственный интеллект направление. То есть это IT-направление. То есть что связано с роботами, это и есть искусственный интеллект сейчас. Потому что нам нет смысла просто создавать, например, машину, но мы хотим, чтобы эта машина правильно работала. И не только, например, по какому-то заданию человека, а чтобы какие-то моменты робот сам анализировал на основании искусственного интеллекта и сам уже всё делал. Например, летит, где, например, обрызгана какими-то удобрениями, например, дрон какой-то условно в сельское хозяйство. Он должен уже анализировать. Здесь больше, здесь меньше, здесь он уже пролетал. И для этого уже человек не нужен. Он сам анализирует, сам всё делает. То есть вот связь IT-технологий, медицины, искусственного интеллекта, соответственно, вот большой промышленности, автопромышленности вот здесь. И, конечно, сейчас робототехника очень сильно внедряется в военную сферу. У нас вот есть картинка вида роботов, и там действительно совершенно разные. Иногда даже сложно представить, какая модель и какую цель и роль выполняет. То есть медицинские, диагностические, наверное, это одна из самых понятных. Мы все приходим в больницы и прекрасно понимаем, что есть огромное количество аппаратов, которые сейчас нам позволяют проводить те или иные исследования и давать верные данные довольно быстро. Исследовательские роботы. Ну, это, наверное, что-то... Ну, я как раз сказал про промышленно-исследовательские. Это уже больше космические аппараты. Да, я тоже как про космос хотел сказать. Там очень много электроники. И очень много вот как раз роботов. Но роботов уже таких больших. Один робот состоит из тысячи других маленьких роботов. Вот это как раз и космические роботы. Есть медицинские. Промышленные, я сказал, авто. И медицинские очень популярны сейчас. И здесь тоже вот играет роль большая. Вот, например, УЗИ-аппарат. Насколько человек сделал правильно этот УЗИ-аппарат и программировал, настолько и зависит, например, возможность жизни человека. Человекоподобные, кстати, даже можно встретить в Казани. У нас в нескольких кафе есть роботы, которые привозят заказы к столам. Это роботы, те, которые дома помогают людям. Робот-пылесосы и так далее. Да, вот по данным опросов промышленных предприятий России, проведенных в 2021 году, к сожалению, свежее нет, ведущими областями применения роботов в России являются металлургия и металлообработка. За ними следует автомобильная промышленность, 12% занимает производство продуктов питания, еще столько же 12%, химическая промышленность и деревообработка. А есть какие-то соревнования по робототехнике, где вы выявляете лучших, стремитесь показать какой-то невероятный результат, чтобы, может быть, еще подняться на какую-то ступень выше? Такие соревнования есть в Казани даже. Расскажи, участвовал ты? Нет, я в таких не участвовала. Пока еще не участвовала. А есть такая цель? Ну, возможно, будет время, чтобы там поучаствовать. Я, насколько знаю, они совершенно разные, даже региональные, по-моему, есть. Есть и районные, есть и образовательных учреждений, например, высшего образования. У нас даже в энергоколледже среди студентов это проводится. Это просто выявляет тех людей, которые заинтересованы в этом направлении. И потом, если районный выигрывает, то участвует тоже в республиканском. То есть для этого. Говорят, дети порой изобретательнее взрослых. Что они создают? Ну, у них, я с этим полностью согласен, потому что дети и новое поколение, они, я бы сказал, умнее, начитаннее, и у них нестандартное мышление. То есть у них такое логическое, нестандартное мышление. Соответственно, это все, опять-таки, идет от того, насколько они находятся в интернет-пространстве. То есть вот это скапливается, и ребенок нестандартно мыслит. А если ребенок нестандартно мыслит, то, соответственно, он может что-то изобрести. Вот. Из-за этого уже получаются разные программы появляются, и новые роботы, и новые технологии. Вот с этим это связано. А ты уже думал, кем бы ты хотел стать? Пока что не думал. Выбора очень много, действительно. Да? А какие сферы тебе еще интересны? Вот роботы техника тебе нравятся? Да. Вот хотел бы ты пойти, например, в эту сферу, программировать роботов, создавать какие-то, не знаю, исследовательские роботы, которые будут, не знаю, прогнозировать будущее наше, климат, как будет меняться, например. Хотел бы. Это было бы довольно полезно для общества. А вы бы поддержали, например? Ну, понимаете, вот я считаю, что ребенок должен быть развит со всех сторон. То есть не только, например, там, медицина, биология, физика, но и, соответственно, IT-технологии. Например, я хочу, чтобы сын у меня поступил учиться в энергетический колледж, потом энергоуниверситет. Но то же самое, например, время он IT-технологии не забывал, потому что IT-технологии всегда нужны. Неважно, ребенку там 10 лет или, например, человеку там 60 лет. Я так считаю. То есть надо развиваться в этом направлении. IT-технологии всегда помогут только. В настоящее время происходит масштабная роботизация различных сфер человеческой жизни. Где, по-вашему, роботы нужнее всего? В какой сфере? Роботы, в первую очередь, я уже об этом начал говорить, это медицина, потому что это зависит как бы здоровье человека, жизнь человека. Второе, это, наверное, все-таки в домашних условиях, которые мы ощущаем, которые мы видим, например, человеку помогает, экономит время. И, конечно же, сейчас роботы тоже очень много. Вот технологии, которые помогают, это и в образовании, например, дают, и там дистанционное образование тоже помогают, там считывают информацию. И, конечно же, те гаджеты, которые у нас на руках, это все есть. Это и есть робот, например, считывает наше лицо, открывает телефон, распознает. Есть, например, такие GPT-чаты искусственные интеллекты, которые создают тексты. Это все и есть роботы, потому что они на основе искусственного интеллекта, на основе программ разработаны. Не кажется ли вам, что вот такое быстрое развитие сферы технологий, где мы уже действительно открываем свои телефоны с помощью своих глаз, имеем доступ к различной информации с помощью одного пароля, банковские системы у всех, да? Не кажется ли это вам слишком скоротечным и быстротечным, что может привести... Нет, Адель, вот как информатик с 18-летним стажем, я так не могу сказать. Условно, там 30 лет назад этого не было. То есть, а 30 лет, это для кого-то это целая жизнь может быть. Поэтому я не считаю, что это... Время идет как бы правильно, течет в правильном направлении. И чем быстрее мы, например, будем изобретать и это делать, во благо, естественно, во благо общества, то они будут нашими помощниками, ни в коем случае не врагами. Поэтому я считаю, что этому нужно способствовать и детей этому обучать. В какой сфере больше всего нужны роботы? Сегодня такой вопрос мы задавали в нашей группе социальности во ВКонтакте. Если канал Тарстан 24, 28% говорят в медицине, ну тут людей тоже, наверное, можно понять. 21% говорят в сельском хозяйстве, 25% в космической отрасли, считают 17% в автомобилестроении, всего 7% в пищевой промышленности. Вот 28% больше всего в медицине. Да, это так и есть. С нового учебного года в школах Казани проведут изменения в учебной программе, появится предмет труд. Ты труд любишь? Да. Чем вы занимаетесь на труду? Мы на труде пилим из лобзика, получается. Вот в мае мы обучались делать скворечник. Да, красивый скворечник сделали. А что за изменения, если коротко нужно? Нет, ну я не совсем согласен, то, что вы говорите, это изменения. Это никакое не изменение, просто это было давно. Вот этот предмет, который назывался технология, его просто переименовали на труд. Переименовали в старый добрый труд, который был у нас. Да, раньше, который мы росли, когда у нас. Поэтому ничего не меняется, просто название всем понятное, труд и все. Раэль Рафаэль Шамсуддинов, депутат Государственного совета Республики Татарстан, кандидат в педагогических наук, преподаватель информатики. Амир Шамсуддинов был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое за эту беседу. Это были главные новости. Адель Каламец, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова